Добрый день, точнее вечер, друзья. Я попрошу вас дать мне обратную связь, как меня слышно, цифрами от единички до десяти. Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что, в принципе, восемь и десять. Здравствуйте, здравствуйте. Это как раз хорошо. Итак, я думаю, мы можем начать. Я рад снова быть с вами. И подумал, насколько вы героические люди, да, и вчера у вас был вебинар, и сегодня, и так много сил и времени вы уделяете своему развитию, своему личностному росту. И немножко вспомню о том, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Мы говорили о подсознательных ограничениях на пути развития в бизнесе, на пути в развитии личностном. Эта тема была, ну, практически вся теоретическая. И я хотел бы спросить, осталось ли какое-то воспоминание после этой темы? Осталось ли какое-то осознание после того, как я рассказал, какие бывают проблемы? Какие вопросы свидетельствуют, какие вот ситуации свидетельствуют о том, что есть где-то ограничения, лежащие именно в глубине подсознания? Напишите, пожалуйста, или поставьте плюсики тех, кто, ну, задумался над своей ситуацией. Спасибо. Хорошо. Ну что ж, тогда, значит, труд не пропал даром, и мы можем продолжить. Я хочу сказать, что я посмотрел ваши цели по личностному росту, которые вы написали в своих разделах на сайте. Проанализировал их, и детство, проблема со временем. Хорошо, мы сегодня немножко коснемся, Валентина, темой детства и проблемы со временем. Обязательно это будет. Я хочу, кстати, сказать, что сегодняшний вебинар, в отличие от предыдущего, он будет почти полностью сориентирован практически. То есть, в прошлый раз я поговорил о том, какие бывают проблемы, чтобы вы их увидели, чтобы вы их осознали, а сегодня я поговорю о том, что же можно сделать. И именно в таком формате, в котором мы сейчас с вами общаемся. То есть, что же могу я порекомендовать вам всем, как бы вот в целом, не имея возможности узнать, какая же у вас индивидуальная ситуация. Что же у вас лично происходит. Потому что общие, ну, они вот могут попасть, могут не попасть. Но есть инструменты, есть вещи, которые помогают, ну, в большинстве случаев. И я проанализировал цели вашего личностного роста и вот составил такую обобщенную табличку. Пожалуйста, посмотрите. Это практически все ваши цели, но сведенные вот такую общие, как бы, пункты. И самой первой, ну, практически лидером, практически вот в большинстве случаев стояли цели, связанные с планированием, управлением времени, самодисциплиной и самоорганизацией. Пожалуйста, поставьте плюсики, у кого именно вот эта цель стоит, вот из тех, кто меня сейчас слушает, как главное. Ну, вот видите, и среди вас, я думаю, остались ограничения, потому что работаю и не растут, да. И это, ну, наиболее распространенная цель, наиболее распространенная проблема. Ну, то есть, вот, Любовь пишет, не главное, но нужное, но действительно нужное. И именно в вашем деле, в вашем бизнесе, в вашем движении это очень-очень важно и очень-очень нужно. Следующие цели – получение новой информации по личностному росту. Прочесть, посмотреть, изучить. Я согласен с вами, что это может быть целью, но я бы так сказал, это скорее, ну, больше просто интерес в эту сторону. Ну, вот максимально второе место занимает именно это, и мне кажется, важно, и участие из вас, у кого я прочел, именно это было подчеркнуто, и это, они молодцы, это плюс, что не просто прочесть, не просто посмотреть, да, не просто изучить, но взять оттуда какие-то практические упражнения, какие-то вещи, которые можно применить и применять. Потому что, вот, я знаю множество людей, которые, ну, так абстрактно интересуются личностным ростом, они вообще могут, у меня есть знакомые, они ездят на тренинги, они занимаются так активно. Но как-то потом смотришь, а в жизни, вот, полученные эти знания, они не применяются. И знания, которые не применяются в жизни, они даже, может быть, какой-то как лишний груз, тяготят. Поэтому, те, кто написал, о, прочесть, посмотреть и изучить, я хотел бы подчеркнуть и порекомендовать вам, найдите там что-то такое, пусть даже это будет одно упражнение, знаете, но сделайте его частью своей жизни. То есть, практикуйте, и тогда вы действительно что-то измените. Потому что, ну, как пример такой, можно ходить в атлетический зал, вот, там, гантели, штанги, смотреть на это, узнать, как подымается это все. Да, но если вы сами не будете подымать эти гантели, эту штангу, то вы, конечно, сильнее не станете, развиваться вы не будете. Очень большое количество ваших планов, целей личностного роста связано с формированием новых навыков, необходимых именно в сетевых компаниях. Это, вот, звонки, публичные выступления, ораторские какие-то качества. Ну, и к ним я присоединил навыки общие успешного человека, так, вождение автомобиля, работа в интернет. Хотя, работа в интернет, это и тоже нужно для, вот, современных сетевых компаний. И, очень важное место занимает преодоление кому негативных сложностей. То есть, сложности в общении, заговорить с незнакомым человеком, общаться без страха, выйти на сцену без страха. И, честно вам скажу, в принципе, например, я, вот, даже перед вашим, ну, перед нашим с вами общением, я немножко волнуюсь. И, хочу сказать, что, в принципе, в каком-то смысле это хорошо. Плохо, когда вы не можете преодолеть свое волнение. У меня была такая ситуация, когда, вот, я как-то настроился, у меня был тренинг. Я пришел абсолютно спокойным. Абсолютно спокойным. И, вы знаете, у меня были сложности. Я никак не мог себя где-то в течение получаса раскачать. Потому что тот адреналин, который возникает во время волнения, да, как мы переживаем, как пройдет, как удастся, он тогда выстреливает и становится вот дополнительным таким горючим, которое работает и вдохновляет, и дает силы, и как бы, как идет все на подъеме, так вот, градо. Главное переступить вот эту черту, переступить вот эту черту страха, а дальше обычно может уже получаться у вас. Поэтому, опять же, заговорить с незнакомым человеком, общаться без страха, где-то выступать на больших аудиториях, вы научитесь только тогда, когда вы будете это регулярно пробовать. Хотя, конечно, брать себя за шкирку и ввести туда, ну, скажем так, сложно. И не скажу, что это вот у всех получается просто со щелчка. Еще одна из целей реализации отдельных бизнес-заданий, написать вот книгу, подготовить и провести вебинары, создать сайт. Увеличение личной привлекательности у многих, харизматичности, стремление стать лидером. Уверенность в себе очень многим из вас нужна, и, в принципе, это вот действительно задача по личностному росту. Очень из многих из вас увеличение самоконтроля. Это преодоление страхов, обид, управление стрессами, контроль над собой в сложных ситуациях. Вот иногда кто-то писал из вас о депрессии возникает. Ну и где-то на самом последнем месте по количеству таких целей духовность, которая понимается как личностный рост. Ну, кто-то хочет научиться молиться, если молиться регулярно, изучать религии и так далее. И я хочу сказать, что, в принципе, все ваши цели мне понравились. Единственное уточнение я хочу сделать, вот, в принципе, как я, например, понимаю цели по личностному росту. И как бы я вам рекомендовал их, может быть, переосмыслить, я думаю, нет смысла сейчас уже их менять. Хотя, опять же, я предложу вам переформатировать их для себя. И объясню сейчас, о чем я говорю. Во-первых, я хочу сказать, что все цели, которые поставлены вами на марафоне, это цели личностного роста. Ведь вы развиваетесь. Правда, вы идете вперед, вы хотите чего-то достичь. Это будет достижение какой-то во внешней среде или по достижению внутреннее. Но так или иначе вы вырастете за эти 90 дней и добьетесь каких-то результатов. Кто-то больше, кто-то меньше. То есть, все пять целей являются целями личностного роста. Но в чем же специфика именно целей личностного роста? И вот я хочу сказать, что цели личностного роста, они лежат между двумя такими главными моментами. Потому что ваша личность, я отвечу на вопрос чуть позже, если нет страха и не все получается, что делать с этим? Вы знаете, если нет страха и не все получается, нужно мне узнать больше деталей. Что с вами происходит? То есть, вы выходите, вы максимально спокойны, вы хотите что-то сделать и просто не получается. Я бы, да, может быть об этом стоило индивидуально. Или мы с вами, я кстати хотел предложить на следующем вебинаре поработать с несколькими людьми индивидуально. Как в этом формате возможно, да, но мне важно было, чтобы я их слышал, а не просто мог читать чат. И это такие добровольцы, да, всегда на мастер-классе есть добровольцы, которые решаются выйти там на сцену и на примере своем показать другим, какие бывают проблемы, как их решают и получить тот результат, на который, может быть, другие не решились. Поэтому я думаю, что мы сможем на следующий раз, вот, Наталья из Томска, именно с вами поработать. В принципе, принимаю заявки и дальше. То есть, подумайте, все, кто меня слушает, возможно, мы сможем, ну, естественно, их не может быть, этих заявок, ну, я не смогу со всеми поработать, со всеми, кто есть на Level Up. И я вижу, прекрасно, прекрасно. Я думаю, что нам нужно будет в следующий раз сразу же определиться. Или я еще сейчас подумаю, пока буду рассказывать, как мы выберем из всех, кто желает. Или вот первые пятерочки, которые я сейчас написала, да, и я попробую скопировать потом чат, да, и пойдет. Хорошо, спасибо, мы продолжаем. Итак, я хочу сказать, особенность цели по личностному росту в том, что ваша личность – это ваш главный инструмент. То есть, если вы действительно умеете прекрасно выступать в большой аудитории, то это колоссальный ресурс. Вы сразу же продвигаетесь на несколько ступеней в своем бизнесе, в своих возможностях. У вас появляется множество-множество плюсов, да. Ну, этот инструмент, он внутри вас, да. То есть, это и какая-то способность, и какой-то навык, и какие-то еще личностные качества, которые у вас, может быть, есть в зародыше, но их можно развить и дальше реализовать. Одновременно, ваша же личность, в которой находятся вот те подсознательные или сознательные ограничения, связанные с убеждениями, это основное ограничение. Итак, для того, чтобы правильно сформулировать цель по личностному росту, нужно понять свои главные инструменты, сделать перечень ресурсам, и одновременно посмотреть, а что же вас ограничивает. И вот, исходя из этого, из ресурсов и ограничений, и выстроить задание по личностной цели. И вот я вам предлагаю, ну, я не знаю, может ли оно быть официальным, да, но от меня, как от тренера, я предлагаю вам задание. Переформулировать цель по личностному росту. По следующему алгоритму. Определите, какое качество вашей личности является вашим ограничением, и какое хотелось бы именно изменить. Если кто-то сейчас может, напишите это в чате. То есть это уже будет первый шаг. И вот я написал, это не так сложно, это вообще первый уровень сложности. Пример качества личности, которая является ограничением. Ну, например, раздражительность. Если я, например, на какое-то действие окружающих людей, я говорю сейчас действительно о себе, да, то есть, как бы, максимально точно, потому что говорю изнутри, раздражаюсь, то в этот момент я теряю какую-то часть своих инструментов. То есть, ну, например, представьте себе, что я раздражаюсь на клиентов, я раздражаюсь на людей, которые ко мне пришли. Естественно, я не смогу уже с ними спокойно, нормально работать, по крайней мере, пока не пройдет мое раздражение. Вы поняли уже меня, я дальше не буду продолжать, спасибо. И вот это качество, оно как зерно, оно как бы вот, как некий такой сжатый, спрессованный материал, сжатая, спрессованная информация. То есть, за этим одним словом стоит целая ваша ситуация. Вот целый ваш личный алгоритм неудач, личный алгоритм неуспеха. Таких алгоритмов масса, множество. Я сейчас приведу примеры вам таких алгоритмов, и вы поймете, что если вы от этого качества, которое вы достаточно легко сейчас написали, и написали и в той анкетке, которую я предложил, и сейчас вот в чате, то найти алгоритм не так просто. И вот я написал 4 примера алгоритмов, и сейчас как бы коротко их сформулирую. Довольно часто, и мне так кажется, что за теми вашими целями стоят многих, именно этот алгоритм, он называется не сейчас. Этот человек серьезно принимает решение. Я завтра брошу курить. Ну завтра. Сегодня я еще покурю. Я завтра или через неделю, я начну ходить в зал, заниматься фитнесом. Ну вот обязательно. Все, стопроцентно. Ну просто. Завтра он уступает, и он говорит, ну сегодня есть объективные причины. Сегодня есть вот, ну как-то вот, ну не вложился я вот сегодня. Ну там, я не знаю, кроссовок нет, да? Ну не пошел я. Или вот друг позвонил, очень важно, нужно, все, все. Вот. Ну и так, извините, до бесконечности. То есть не сейчас обычно получается никогда. И вот это один из алгоритмов неуспеха. Другой из алгоритмов неуспеха, в принципе, звучит, ну вот я таких метафорически назвал, за все сразу. То есть я хочу сделать и все сразу и одновременно. То есть я возьмусь и сразу я возьмусь и за это, и за это, и за это, и за это, и за это дело. И человек берется с очень большим энтузиазмом, но в принципе ведь сделать все сразу крайне сложно. И получается, что у него не получается ни это, ни это, ни это, и ни это, и ни это дело. Есть у кого-то такой алгоритм неуспеха, когда он берется за много дел сразу, но, к сожалению, эти дела как бы и не получаются. Но есть такое желание, есть почему-то стремление вот набраться этих дел, и вот чем больше их будет, тем кажется лучше. Но это один из алгоритмов, который и приводит к неуспеху. Еще из один алгоритмов неуспеха называется смертный финиш. Вы знаете, я назвал так немножко трагично, так обострил в этом названии, но очень часто бывает так, что человек стремится к чему-то, движется, он просто проходит, проламывает иногда препятствия, достигает, достигает. И вот осталось чуть-чуть, остался вот последний шаг, осталось вот, ну, совсем ничего. И он по какой-то причине останавливается. Есть даже, по-моему, такая сказка, я не знаю, вот в советской школе, в которой я учился, вот была такая в нашей, в русской литературе, я вот забыл автора. Что поднимались, хотели узнать, что же там за горой, и где-то практически перед самой гребнем, все устали, никто не, развернулись и вернулись назад. И только единицы дошли, поднялись и увидели горизонт, узнали, что действительно правильно их вел проводник и говорил, что там новые горизонты, новые достижения, новые земли и так далее. Ну, а смертный финиш, почему я назвал? Потому что у меня, в принципе, из таких историй жизни нескольких людей, есть ситуация, когда человек, например, строил всю жизнь дом, строил всю жизнь коттедж. Был не очень богатым, строил, так бы, на те деньги, которые сэкономил, вот он построил и умер. То есть, как бы, вот он сделал, а воспользоваться не смог. И, может быть, он сделал, а смысл в том, что он делал, исчез. Или так, смысл в жизни после того, что делал. Кстати, вот эта ситуация у многих людей, когда они выходят на пенсию, они, как бы, теряют ощущение смысла, и практически дальше им очень сложно жить. Иногда это бывает, когда люди... Ещё один из алгоритмов неуспеха на зло вам. Бывает такое, что человек стремится и пытается доказать, что он хороший, что он успешный, что он может, что он движется, что он... И доказывает он кому-то, ну, например, я не знаю, но, например, папе, который ушёл от мамы, развёлся и ушёл где-то, когда там дочери было три годика. И вот она чувствует любовь к отцу, чувствует, что это несправедливо для неё, это несправедливо, что он её оставил. И она хочет доказать, что я достойный любви. Я лучшая дочь для тебя. Ты очень пожалеешь, что ты меня бросил, что ты ушёл, что тебя нет в моей жизни. И она добивается, 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 добивается. Но интересно, что часто именно с таким алгоритмом люди, они вот где-то тоже на финише, они могут всё разрушить. То есть этот мотив внутренний, подсознательный, он-то всё равно не приводит к цели. Отец к ней не вернётся. И вообще невозможно поменять в прошлом, невозможно поменять в детстве эту ситуацию. И тогда в какой-то момент, доказав самому себе или самой себе, этот человек может, в принципе, взять и всё разрушить. А мне-то это и не важно, я тебе доказывала просто, да, просто я хотела показать. И вот такой тоже может быть из алгоритмов неуспеха. Может быть кто-то из этих алгоритмов неуспеха, их очень много. И сплошной такой список, я даже не ставил себе цели поставить. Я сейчас рассказывал вам для того, чтобы вы поняли, о чём я говорю. И хочу вернуться ещё раз на предыдущий слайд. Я хочу, чтобы вы выполнили это задание и определив качество, потом за ним попробовали отследить личный алгоритм неудач. Там обязательно есть несколько шагов, там обязательно есть какие-то сюжеты. И вот я хочу напомнить, что первым вопросом анкеты, которую я на прошлый раз предлагал перед прошлым вебинаром заполнить, там были вот сюжеты, повторяющиеся, да, вот повторяющиеся сюжеты неудач. Вы можете именно оттуда, вспомнив или использовав эти записи, оттуда взять информацию для того, чтобы выполнить это задание. И я хочу сказать, что вообще-то вот вы формулировали цели в начале вашего марафона. Но вообще, скажем, создать цель или сформулировать цель, это одна из самых больших сложностей. Многие люди, когда спрашиваю я их на тренингах, на тренингах, посвященных достижению цели, я спрашиваю, чего ты хочешь, вот где-то 90% четко сформулировать, чего они хотят, они не могут. Или то, что они формулируют, не является подлинной целью. То есть, они хотят, ну, например, они хотят денег. Говорят, я хочу денег. Я говорю, ну, и что ты будешь с ними делать? Зачем тебе деньги? Да, то есть, дальше. И человек начинает задумываться, и такое ощущение, что даже его мозг пробуксовывает. Говорит, ну вот. И тогда открываются совершенно другие цели. То есть, цели, которые не имеют прямого отношения к деньгам. И можно пойти еще глубже, и еще глубже, и оказаться, что вообще тут много шаговка такая, много ходовка у этого человека. И его настоящая цель от денег лежит достаточно далеко. И по этой причине, когда он даже зарабатывает деньги, все, да, глубинная цель, которая лежит внутри, которая лежит в основе, в принципе, она не реализовывается. И ощущение радости, ощущение успеха от того, что деньги есть, у него не возникает. И поэтому может включаться вот этот алгоритм, о котором мы говорили на предыдущем слайде предыдущем. Поэтому очень важно точно определить цель. Если вы точно определили цель, это 60% успеха. Может быть даже, я скромничаю. Может быть даже, это больше. И определяя свою цель, пожалуйста, выполните задание 2. Задание 2 вы будете выполнять дома. Просьба запомнить это задание и сделать либо самостоятельно, либо еще лучше, если вам кто-то поможет. Ну, найдите кого-то, может быть, из близких, подруг. И вот, чтобы определить свою цель, надо выйти на базовую свою потребность. И пусть вы сами себе, или этот человек, ваш ассистент, будет задавать вам вопрос. Что ты хочешь? Зачем тебе это нужно? И когда вы ответите, ну, например, что ты хочешь? Хочу денег. Зачем тебе это нужно? Вы выходите на следующий уровень. Я хочу, чтобы меня уважали в семье. Я хочу, чтобы меня уважали. Зачем тебе это нужно? И так вы можете пройти, вас может на каких-то моментах, на каких-то точках даже немножко коробить. Вы, может быть, даже начнете там, не знаю, раздражаться или злиться. Я уже все сказал. Но постарайтесь пойти дальше и дальше и дальше. Вы можете сделать массу открытий для себя. На самом деле, чего вы хотите. И зачем вам это нужно? И тогда вы сможете выстроить заново свои цели. И этих целях не будет внутреннего противоречия, о котором я только что сказал. То есть, у вас будет все слажено. И тогда ваша эффективность продвижения к этой цели, она будет намного выше. А для того, чтобы разобраться, я предлагаю вам еще одно упражнение. То есть, после того предыдущего, вот еще, я не знаю. Я, конечно, сегодня вас замучуете этими целями. То подумайте одновременно. Одновременно, сформулировав цель или формулируя цель. Кто цензор вашего успеха? Вот кто скажет, молодец? Кто похлопает в ладоши? Кто погладит по головке? Кто должен оценить ваши достижения? Подумайте. И, пожалуйста, сейчас кто может, кто может сразу же ответить. Напишите в чате, чья оценка для вас самая важная. Вот о чьей оценке у вас действительно на душе станет тепло. Вот кому вы доказываете, что вас можно любить и уважать? Семья, я сама, муж, муж и сыновья, близкие и родные. То есть вы уже можете определиться с этим важным. И вот именно вы, вы же именно на них реагируете. И я могу сказать, я точно такой же, как и вы. Я тоже реагирую. Вот у нас пройдет удачный семинар, тренинг такой классный, все. Я знаю, что у меня все получилось. Я знаю, я сам вижу. Но мне важно подойти, посмотреть в глаза своей супруги. И услышать от нее, да, у тебя классно получилось у тебя. Я радуюсь. Может быть это для, кстати, это такая мужская черта, мужская особенность. Вот похвала и признание для мужчины, даже когда он сам знает, что все хорошо. Это очень важно, это очень нужно. Так как здесь преимущественно женщины, я хочу на этом акцентироваться. Да, то есть хвалите своих мужчин, даже за какие-то такие незначительные дела. Вот это их стимулирует. И это может быть даже улучшит ваши отношения с мужем в семье. Мужчины и своих сыновей, да, и может быть еще кого-то. Своих сотрудников мужского пола. Вот об этом вчера на вебинаре говорилось. Классно. Вчера на вебинаре выступала Наталья Ахмара, мой друг. И мы вместе работаем в коде успеха. Отличный спикер. И молодец, что она об этом вспомнила. И сама этому, кстати, следует. И вот я напомню, что я прошу вас переформулировать для себя. Я думаю, не обязательно это писать в Level Up для себя. Потому что вы же, в принципе, раз вы выбрали такой способ жизни, это, как говорят, это хобби на всю жизнь. То есть вы будете дальше двигаться. Вам это нужно будет и после 90-х этих дней. Разберитесь в этом для себя. Переформулируйте цель на сейчас. Я думаю, что она может меняться. Потому что, когда вы преодолеете одно из ограничений, как-то вот неожиданно выплывет следующее. И это, в принципе, движение бесконечное. Потому что вы будете становиться все более глубокой личностью. Но все больше и больше может возникать новых проблем. Вы будете все более успешны. Но вам будет желание достигать все более высоких вершин. И переформулируя свою цель, обратите внимание на эти вопросы. Зачем? Зачем мне это? И кто оценивает? Это очень важно. Итак, я хочу сказать, что сегодняшнее наше занятие, оно будет посвящено практическим упражнениям, которые уже и начались. И эти упражнения, они будут таких двух типов. Это упражнения, которые помогут вам сделать шаг прямо сейчас. То есть, во время нашего вебинара будет что-то происходить. И упражнения, которые мы предложим для самопомощи и регулярного выполнения. То есть, одни вы повторить потом не сможете, а другие хотелось бы, чтобы вы запомнили и потом повторяли. Притом, хочу сказать, что это как раз те упражнения, я вот их выбирал, как из самых эффективных. Те упражнения, которые я рекомендую своим клиентам в перерывах между нашими работами, личными встречами и для самостоятельного выполнения. И да, я скажу больше, это упражнения, которые я использую лично сам для себя. Вот подсознательные проблемы в том и сложность, что я, например, сам с собой поработать не могу. Каким бы я ни был специалистом еще на несколько уровней выше, я не могу себе это сам сделать. И мне самому приходится решать эти проблемы или сталкиваться, как-то бороться. До тех пор, пока я не обращусь к какому-то другому специалисту, который может со мной поработать с той личностной проблемой, которая на сегодняшний день для меня уже четко обозначилась как ограничение, которое я самостоятельно преодолеть не могу. И вот именно это упражнение проверенное, так скажем, и на клиентах, и на самом себе. И я хочу дать инструменты именно, которые касаются личностного роста и ограничений, связанных с подсознанием. У вас много прекрасных тренеров на Level Up, и я думаю, что там много полезных советов. Я как раз в той области, в которой, я думаю, среди этих тренеров я все-таки уникален. И вот, первоначально, я хочу сказать, что вам, наверное, знакомо, вот сейчас поставьте плюсик, состояние «я не в себе». Обратите внимание, какое интересное слово. Я не в себе, да, то есть как бы я вышел из себя, я не нахожусь в своей личности, я как бы не полностью сам себе принадлежу. «О, я вижу, сколько плюсиков». То есть, в принципе, я говорю о том, что беспокоит всех, что интересно и важно для всех. И вы чувствуете в этот момент, пусть вас одолели вот все эти эмоции, вот те, которые на картинках, или те, которые, ну, не вместились на этот слайд, и могут быть другие состояния. Вы чувствуете, что вы куда-то ушли от нормативного состояния, то есть от состояния в себе, от такого эталонного состояния. И вот, кстати, эталонным состоянием и может быть разные. Я не знаю, о чем вы сейчас подумали. Вы могли подумать о состоянии обычном, ну, как бы вот просто в обычный день. Но я предлагаю вам эталонное состояние, немножко другого рода. Я предлагаю вам эталонное состояние, состояние в себе, это состояние ресурса. Потому что я думаю, что вы как раз и есть тогда сами собой, когда вы в вдохновении, когда вы в одошевлении. Ага, сейчас такое состояние, Анатолий. Ну, да, вы первое записались, я это помню. И когда у вас подъем, вот как раз в этот момент мы и оцениваем себя положительно. Да, мы говорим, молодцы, у нас получится, мы можем. Но, к сожалению, мы не всегда находимся в этом состоянии, не всегда находимся в этом ресурсе. И я хочу предложить вам упражнения, которые мы будем выполнять, хорошо, которые мы будем выполнять прямо сейчас. Но которые я хотел бы, чтобы вы запомнили, выполнив один раз, и выполняли потом тогда, когда почувствуете, что вам это нужно. Итак, сейчас я, прошу прощения, возвращаюсь на предыдущий слайд. Вспомните себя в своем ресурсном состоянии. Напитайтесь им. И когда вы вспомните, пожалуйста, поставьте плюсик. Мне очень важно, чтобы это уже произошло, чтобы перейти на следующий шаг этого упражнения. Итак, вы вспоминайте свое состояние воодушевления, вдохновления, подъема, ресурс. Отлично, отлично. Я немножко подожду, мне кажется, еще не все это сделали. Хорошо. Отлично, отлично. А теперь, пожалуйста, сожмите сильно правую ладонь. Вот максимально сильно, насколько вам это комфортно. Сожмите, подержите и отпустите. Окей? Я думаю, двух минут, точнее минуты на это хватит. Я делаю эту паузу именно для этого. Вы сжали, подержали и отпустили. Следующий шаг. Пожалуйста, вспомните свое нересурсное состояние. Мы только что о ней говорили, кто-то активно писал в чате. Следующий слайд посвящен именно этой теме. Естественно, там не все нересурсные, у вас есть свое. Свое нересурсное состояние. Состояние «я не в себе». Кстати, у этих нересурсных состояний есть такая интересная особенность. Ну, вот я назвал одно из состояний «я демон». Это вот, вы знаете, такой всплеск агрессии, может быть, всплеск эмоций, когда вы теряете себя. Там на одной из картинок было. Но, в принципе, как-то вот все вас боятся в этот момент. И вы как-то вот чего-то этим способом добиваетесь. Выбрали себе это состояние? Вспомнили? Поставьте плюсики. Вспомнили, я вижу, да? Хорошо. 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 Прекрасно. Сожмите левую руку точно так же, как вы до этого сжимали правую. Сожмите максимально сильно и подержите какое-то время, пока вы сможете это сделать. Отпустили. А теперь, пожалуйста, сожмите обе руки одновременно. И наблюдайте за тем состоянием, которое у вас будет. Я думаю, что 30 секунд сейчас хватит. Отпустили. Пожалуйста, кто может, поделитесь ощущениями, какое было впечатление после этого упражнения. Вот когда вы его только что... Уравновешенность. Радости. Чудесно. Приходишь в себя. Внутренняя борьба. Мария, спасибо. Действительно, у вас, у всех должна была идти внутренняя борьба. У кого-то было такое ощущение, что съезжала крыша и может как-то переформатировалась внутри. Дело в том, что это упражнение, позволяющее погасить полярности и привести сначала состояние эйфории, но не позже вернулось в состояние неуверенности. В жар бросила. Добро со злом. Борьба, стремление, сосредоточенность. То есть участие из вас это привело к внутреннему такому напряжению. То есть именно вам я рекомендую это упражнение сделать, ну хотя бы еще какое-то количество раз, но не сейчас, не в этот момент, а дальше. Сделайте более... Сделайте вообще это регулярно. Вы знаете, это очень простое и очень сильное упражнение из НЛП, из нейролингвистического программирования. Вы создали два якоря. Вы создали якорь позитивного состояния, ресурсного, и якорь негативного состояния, скажем, нересурсного. И вы при помощи ресурсного внесли какое-то облегчение, какую-то силу, какой-то баланс в нересурсное. Ну а как вообще иначе? Только ваш внутренний ресурс и помогает решать проблемы в нересурсных состояниях. Итак, в один момент, вжимая руки, вы соединили две ваши силы, ресурсную и нересурсную. И ресурсная дает вам возможность помогать самому себе. Опробовано на множестве клиентов, результаты всегда стабильные. Вы получаете, в конце концов, какую-то стабилизацию, некое среднее состояние. И состояние нересурсное ослабевает по своей интенсивности. Сколько раз в день? Вы знаете, если вы человек дисциплинированный, я бы порекомендовал раза три. Но, опять же, вы можете исходить из необходимости. Вы хотите есть, ну сколько раз вы в день едите? Когда хотите кушать, да? То есть, когда вы чувствуете, что вы не в себе, или вам хотелось бы попрактиковаться, вы вспоминаете вам. Правда, когда вы будете не в себе, вспомнить ресурс будет намного сложнее. Но если вы до этого в спокойном состоянии потренируетесь, то просто одно сжимание правой руки уже будет якорем. И вы его сжимая, уже будете возвращать себе ресурс. И тогда вы сделали. Первое. Не забывайте, что начинать нужно с ресурсного состояния. Именно с ресурсного. Вы вспомнили ресурсное, заякорили еще раз, вспомнили нересурсное, заякорили еще раз, сжали вместе и получили какой-то усредненный результат. Хорошо. Хорошо. Я вижу, что вы прислушались и надеюсь, что вы будете это выполнять. Я хочу сказать, что вы знаете, вот на следующем слайде я выстроил некую такую схемку. Я в себе, я не в себе. Чаще всего вы находитесь где-то между этими состояниями. И не так уже просто бывает отследить. Вот когда уж сильно сорвало крышу, тогда конечно. А вот на сколько процентов вы в среднем не в себе? Ну, какой-то, ничего такого особого не происходит. Но вы не в ресурсе. Ну, немножко устали, или это какое-то там еще затемнение сознания, или как-то вот, не знаю, какая-то лень напала. Вот на сколько вы не в себе? Вот такой, если кто визуал, у того вот в голове, если вот такая картинка возникнет, да, вот я в себе, я не в себе, и так представить. А вот где я на этой градации? Да, вот где? Вот ближе к себе, ближе к не в себе. На сколько процентов? Это вот очень интересное такое упражнение. Но я думаю, многие из вас смотрят и обращают внимание еще одну-одну шкалу. Она, в принципе, может обнаружиться в ком-то из вас. Я уже о ней немножечко заговаривал. Это вот состояние не в себе, которое что-то вам дает. Вот, например, состояние агрессивности. И у части клиентов моих женщин встречается такая динамика. То есть она очень долго терпит, очень долго чувствует какое-то унижение, очень долго как бы пытается приспособиться. То есть ее там обстоятельства давят. Ее там, может быть, супруг на нее потребности не обращает внимания. Ее там детки немножко под это самое, подгрызают или как-то это самое. Она терпит, терпит, терпит. Ага, у нас оно автоматически перескакивает. Она терпит, 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 терпит. И все, она чувствует себя полностью униженной. Извините, я написал это состояние. Я говно. Ну вот, так скажем, грубо, но точно. И тогда она может взрываться. И тогда вот в какой-то момент у нее заканчивается терпение. Она превращается в такую грозную демоницу, такую Мегеру. Такой вот все это самое. И тогда как бы вот все, а, все, а, татушу, ну мы не хотели. Ну вот как бы так. И она чувствует, что это срабатывает. И вот тогда у вас может быть, интересно, у вас может быть состояние в себе, в середине, между двумя этими крайностями. Между я вот Мегера, я вот на всех накричал. Я там, вот, кстати, где-то в этой области тема там стерв и такого прочего. И вот тогда я доказал. Да, я вот, меня теперь уважают. Боятся? Ну, уважают. Опять же, обратная сторона, противоположность. Это я, да, я говно. Ну вот такая, может быть, еще эта сторона. Для тех, у кого у вас есть хорошие способности к визуализации. Я думаю, вы слышали об этом. Да, пожалуйста, поставьте плюсики. Если здесь такие, если вообще нет, я не буду просто об этом говорить. То есть вы прекрасно представляете себе что-то, да, и у вас это рабочий механизм. Чудово. Все, я уже дальше не смотрю. Значит, я вам поставил вот такой микшерский пульт. Я прошу вас представить вот то, что было на предыдущем слайде. Вот в виде вот такого, скажем, шнекового регулятора. Да, вот видите, вверх-вниз можно двигаться. Так, секундочку. И вверху будет хорошее состояние, состояние «я в себе». Внизу будет, ну, негативное состояние, состояние «я не в себе». Вот представьте сейчас себе этот вот такой высота, длина для вас произвольно. Как представите? И, опять же, произвольно представьте, где же находится регулятор. На какой, да, точке там в середине, сниже, больше вниз, больше вверх. Когда это сделаете, ставим плюсики, чтобы я мог, чтобы я знал, что можно дальше продолжать. Окей, большинство из вас сделали. А давайте теперь попробуем. Давайте вы сейчас мысленно представьте себе, что вы повышаете, то есть двигаете этот регулятор вверх, к состоянию ресурсному. И наблюдайте за тем, что с вами происходит. Делаем, а потом пишем впечатление. Я уже вижу, и я думаю, могу продолжать. Опять жарко, у вас интересный случай, это как профессиональная, извините, уже может быть любовь, да, что так я реагирую. Что у вас поднимается вот температура или ощущение температуры. Через сопротивление вам сложно, это тоже интересный случай. Настроение поднимается, волнение, подъем, класс. То есть для тех, у кого вот так вот легко срабатывает, это очень простой механизм, очень простой это сам. Вы можете, вы свободны в своем движении. Вы можете сейчас спустить и почувствовать, что ваше настроение тоже меняется. И подъем, а может зверею. Интересно, интересно, да. Вот, в принципе, с этим стоило бы отдельно разбираться. А если он не двигается, это тоже, это что-то его держит. Это что-то внутри ваше подсознание держит это состояние. Говорит, нет, я не буду двигаться. Если у вас хорошая визуализация, то он мог бы сдвинуть. Давайте вы его чуть-чуть, раскачайте его, туда-сюда немножечко, туда-сюда, вот так вот раскачайте этот регулятор. Хорошо, я посмотрю потом, чуть попозже, на то, что у вас получилось, если вы, конечно, напишите. И, да, жар тоже может быть сопротивлением. Я не знаю, вам жар приятен или нет. Кстати, да, Марина, согласен с вами. У вас одно из первых озарений, ну, по крайней мере, сейчас, это вот, наверное, это дает возможность оправдывать себя. Вы знаете, я, следующее то, что я хотел сказать, это то, что в этом очень простом механизме, который вы можете использовать, да, вот смотрите, вы сами собой управляете. И это практически чуть ли не на щелчок происходит, но, блин, не все так просто. Оказывается, что когда-то вы просто не хотите этим пользоваться. Или забываете, что такой инструмент есть. Или когда берете и начинаете двигать, у вас почему-то какие-то состояния, которые вам неприятны. И почему-то вы не можете сдвинуть или сдвигается как-то не очень туда. Есть что-то внутри, что вас останавливает. Я не буду сейчас говорить стопроцентно, что вот все, кого останавливало, кто написал в чате спасибо об этом, что именно так. Но давайте подумайте, давайте подумайте, подумайте после нашего вебинара. А есть ли какая-то скрытая выгода в том, что вы находитесь в нересурсном состоянии? Может быть, ваше нересурсное состояние это способ повлиять на кого-то? Ну вот я рассказывал в прошлый раз о том, что для многих людей еще с раннего детства запомнилось вот это состояние. Я буду плакать, мне будет плохо, я буду это подчеркивать, я буду мучиться, я буду страдать. И так как бы, чтобы видели все, ну так, страдания на людях, это вообще классно. И тогда ко мне придут родители и помогут, и как-то вот, ну вот, пожалеют. И я получу то, что хочу. И детство-то ушло. А подсознательный механизм сохранился. И сейчас человек может, ну так, знаете, страдать качественно. В общем, в принципе, я, ну как, смотрю, я говорю, молодец. Вот, ну, страдаешь, ну, вот я смотрю, и плакать хочется. Вот так приходит человек, так рассказывает свою проблему. Садишься вот так вот на кресле, и так берешь руки, руками головы, думаешь, ну все, ну нету беспросветно. Интересно, что когда задаешь какой-то такой простой вопрос, а может так вот сделать? Очень убедительно человек доказывает, да нет, вот это не подходит. Потому что, ну ей, этому человеку, этому клиенту нужно что-то то глубинное, возможно, то же внимание родителей, которые она сейчас вот как-то по какой-то причине не получает. А все мои советы, они вот, ну, просто должны не сработать, понимаете? Абсолютно должны не сработать. И подумайте, возможно, у вас есть скрытые выгоды. И я, кстати, совсем не против этих скрытых выгод. Это, кстати, туда, к тому, к чему вы стремитесь, к той цели. Скрытые выгоды дают вам возможность получить то, что вам глубинно нужно. Но вот вопрос, вот тот способ, который вы делаете, да, например, попадание в уныние и не в ресурсное состояние, действительно ли приведет к цели? Или, может, это уже такой рудиментарный, да, органический механизм, который когда-то работал, а сейчас уже просто действует против вас? Да, я вот вижу, есть это самое ответы, и для многих это интересно и актуально. И вот я думаю, что вы постараетесь, и это моя рекомендация, вот, исходя из этой шкалы, да, которую я вам сейчас сказал, и наблюдать за собой. То есть вот сказать, стоп, а давай-ка я вот сделаю вот этот вот товарищ, Павел сказал, что нужно регулярно определять, а в каком я сейчас состоянии, в ресурсном, не ресурсном, насколько туда вот эту шкалу вспомнить, посмотреть, а что мне сейчас нужно? А, мне нужно сейчас поплакать, чтобы муж меня пожалел, пожалуйста, вниз, 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 вниз. Единственное, делайте это осознанно, понимайте, зачем вам это нужно, пользуйтесь этим как инструментом, но не зависайте в этом. То есть не делайте это вот так, знаете как, на 150% так, чтобы померла, так померла, да, как вот в этом анекдоте. И тогда это становится вашим инструментом, понимаете, ваши недостатки, даже ваше нересурсное состояние, это обратная сторона ваших будущих успехов и будущих ресурсов. Научитесь ими пользоваться осознанно. Посмотрите, как вы достигаете, где не работает, а где работает. Поэтому, пожалуйста, определяйте, где вы находитесь, зачем вам это сейчас нужно, насколько это работает, и двигайте в ту сторону, которую вам нужно. И, я думаю, будет срабатывать и помогать вам как инструмент, если вы, конечно, будете это практиковать. Ага, так, бывает очень... Я немножко почитаю чат, чтобы так не получилось, что вы пишете, а я на вас не реагирую. Желание, чтобы пожалели, да, молодцом, Татьяна, это и есть такое, согласна. Чем может быть для меня выгодно? Надоело страдать. Не знаю, может быть уже совсем невыгодно. Если вам надоело страдать, надо прорыв какой-то делать. Бывает это очень редко, но внутри себя люди всегда меня видят жизнерадостной. Ну и прекрасно, что они вас видят жизнерадостной. Я думаю, что ваша жизнерадостность преобладает. Хотя бывает так, вы знаете, у некоторых людей они снаружи, да, вот такие. Если кто помнит и был на моем предыдущем вебинаре здесь, то там был рассказ о рыжем клоуне, да, о человеке, который вот все время всех других смешит, а сам иногда может быть у вас так. Я не могу сейчас просто по чату это определить, но так подсказываю вам. Да уж, мы сами себе строители жизни, отношения, достижения. Да, бывают такие прикрытия. Молодцом, мужество. Я хочу сказать, женщины, прекрасно, вы чаще всего действительно способны сами себя оценить, посмотреть на себя со стороны. Это в психологии называется рефлексия. То есть, и я вам рекомендую почаще смотреть на себя со стороны, но только спокойно. Вы знаете, без такого излишнего фанатизма не вгрызайтесь, не расстраивайтесь. Просто смотрите на себя со стороны и думайте, ага, вот, ну вот как бы вы ведете машину, но надо руль влево повернуть, понимаете, да? То есть, имейте обратную связь с самим собой, своей собственной личностью. И для того, чтобы управлять, я хочу вам предложить еще один инструмент. Вот, я предложил инструмент для визуалов, но есть среди людей, вот, две наибольшие категории, это визуалы и кинестетики. Есть ли здесь кинестетики, которые знают о том, что они кинестетики? То есть, есть ли люди, которые, ну, я немножко расскажу, пока вы думаете. Ну, например, любят такую приятную, мягкую и удобную одежду, и отдают предпочтение, может быть, даже чему-то яркому, что подчеркивает там фигуру, ну, как-то неприятно телу. Вот, есть кинестетик, который себя знает, вот. Ну, кинестетиков, может быть, и среди вас быть меньше, но есть. О, визуал, хорошо. Ну, кинестетиков немного, я думаю, остальные меня простят, что я сделаю кинестетикам тоже определенный совет. Немножко перелистаю слайды. Хорошо, это про меня, визуал, визуал. Так вот, кинестетикам, извините, вернусь на слайд назад. Другое упражнение. Кинестетикам я предлагаю упражнение, называется оно «Скульптура тела». И можно прямо сейчас сделать. Ну, вот, слушайте меня, встаньте. И займите позу, которая обозначает ваш ресурс. Займите позу, в которой вы вдохновлены. В которой вам хорошо. А теперь сделайте, перейдите в позу, в которой вы чувствуете себя негативно. И меняйте эти позы. То есть, сначала поза победителя, условно говоря, потом поза человека в нересурсном состоянии, опять поза победителя, поза человека в нересурсном состоянии. И у вас тоже будет происходить, я думаю, тоже вот такое сглаживание этих крайностей нересурсного состояния. Когда негатив, даже стоять не хочется. Это я тоже хотел бы сказать, что может быть, есть какая-то скрытая выгода. И, опять же, не в принципе, какой-то претензии к вам. Ну, посмотрите, почему не хочется выходить? Почему, если я... Ну, может быть, я предлагаю то, что не сработает. Да, ну, почему бы не попробовать? Почему бы не получить какой-то результат? Или хотя бы просто размяться, да? Хорошо. Я думаю, что те, кто попробовали, те уже попробовали, могут дать мне обратную связь. А я пойду дальше. И из способов, которые я предлагаю как инструменты, которые я использую как инструменты, и они любимые мной инструменты, это способы, связанные с дыханием. Опять же, ага, я присел на стул при негативе. Опять жарко, но теперь тепло хорошее. Поздравляю вас, любовь. Уходит негатив, превращается в состояние активности. Вот видите, вот у визуалов, может быть, что-то получилось лучше, у киноэстетиков что-то другое получилось лучше. Опять же, вот познавайте себя, узнавайте, какие вы. Отталкивайтесь от своей индивидуальности. Я думаю, что множество советов, которые дают вам разные тренера, они построены по принципу, знаете, какому? У меня получилось, я вам рассказываю, и у вас тоже получится. На самом деле, есть ограничения. Получится у тех людей, которые близки, похожи, однотипны именно с этим человеком, именно с этим тренером. И как бы его люди действительно это сделают, и они пойдут, и у них получится. А вот тех, у кого какие-то другие особенности, они попробуют, и у них не получится. И они будут на себя сердиться, будут расстраиваться, может быть. Но на самом деле, может быть, просто этот способ им не подходит. Все очень индивидуально. Итак, вернемся к дыханию, как инструмент управления своими состояниями. Вообще, дыхание – это, вот, есть две вещи, которые управляются нашей волей, и которые могут давать обратную связь на душу, то есть на наше психологическое состояние. Это дыхание и движение. Ну, телесное движение. Телесное движение, в принципе, как инструмент, посложнее, чем дыхание, и поэтому я на дыхание сейчас акцентируюсь. Итак, я предлагаю вам запомнить, что когда у вас негативное состояние, может быть, сейчас есть негативное состояние, вот Елена пишет, вам важно, понаблюдав за своим дыханием, сделать так, чтобы выдох преобладал над вдохом. Ну, например, если у вас раздражение, или боль, или еще что-то, что вы хотите, от чего хотите избавиться, выдыхайте более активно. И это будет выходить вместе с выдохом. Но если у вас состояние неактивное, а вот подавленности, уныния, апатии, вам нужно через силу, я знаю, что это нужно будет делать через силу, делать активный вдох. И может быть, да, сейчас кто-то из вас попробует, если есть именно такое какое-то состояние, какой-то, может быть, усталости, может быть, активный вдох. И знаете так, вдыхая, как будто вы берете энергию. Вот не только воздух, не только вот эту смесь там из кислорода и азота, и других газов, а именно энергию. Вы берете ее в себя, и знаете, вообще это ресурс халявный. Ребята, кому нравится халява? Берите халяву. Но халяву можно брать. Ни у кого меньше не стать. Вы вбираете в себя, и у вас становится больше энергии. В принципе, у вас становится больше внутренних денег. Берите эти деньги. Поднимайте свое состояние, накачивайте себя, не зная об этом инструменте, управляя своими состояниями. Ну, в принципе, как бы интуитивно на это можно выйти. Я, в принципе, даю вам несложные инструменты, поэтому чудесно, прекрасно. Я еще хочу сказать, что, в принципе, у каждого из нас есть свой рисунок дыхания. Вот чаще всего женщины не дышат животом. Ну, так говорят, по крайней мере, йоги, там, специалисты. И дышат ребрами или ключицами. Так как здесь большинство женщин, то я предлагаю попробовать, вот здесь на картинке, подышать необычно, подышать немножко животом. Туда опуская диафрагму, и немножко даже выпячивая живот. Вот, не бойтесь, вас никто сейчас не видит, да, ваша фигура. Можно попробовать и подышать необычно. Просто посмотрите, что с вами происходит. Если для кого привычно дыхание животом, попробуйте подышать ключицами. Например, вот для меня дыхание ключицами, это вообще отрыв. И у меня там что-то меняется. Так, так и дышу. Молодцом, отлично. Но самое жесткое, самое эффективное, вот лично для меня, и я не знаю, кто будет пробовать, попробуйте сейчас. Но это следующий инструмент, связанный с дыханием, это задержка дыхания. Вот когда меня просто, ну просто плющит, вот я беру и задерживаю дыхание. Вот максимально. Да попробуйте кто-то сейчас, попробуйте задержать, и посмотрите, что с вами будет происходить. Вот знаете, так, чтобы, ну уже не могу, не могу, не могу, еще чуть-чуть, и тогда вдохну, вдохнуло. Я думаю, у большинства сил хватит на 30 секунд, еще участие, на 45, еще участие, на минутку, но больше минуткой, это, конечно, редко, поэтому вот. Смотрите, да, идет переключение, при том, смотрите, ваш организм, он мобилизируется. Он же понимает, что-то происходит, я не дышу, я сейчас затохнусь. И он включает все свои ресурсы, какие-то состояния, в которых вы попали, ну не знаю, устали за компьютером, или в какое-то влительное состояние эмоциональное. Оно по необходимости уходит. Вы можете себя так переключать. Но для тех, для кого это, ну, слишком жестко, это вот как бы крышесъезжательное упражнение, я порекомендую другое. Я порекомендую порционный вдох или выдох. Если у вас недостаток энергии, то порционный вдох, если у вас избыток, то порционный выдох. Я сейчас это, ну, как бы, не то что покажу, но как бы объясню. То есть вы берете и делаете вдох, например, на 5 щитов так. Раз, два, три, четыре, три. И полностью вдохнули на 5 щитов, да. Потом на следующий. Делайте порционный вдох на 10 разов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой, я на 8 только смог, не хватило. Да, но я еще вам параллельно объясняю. И вот, вы знаете, интересно, что у нас впитывается кислород каждый раз, когда мы маленький вдох делаем. И вот такой, ну, 5-кратный вдох, он по количеству кислорода, который вошел в нас, больше, чем если мы сделали один полный, полноценный вдох. И точно так же можно делать порционный выдох. Кто-то попробовал упражнение? О, я аж проснулась. Спасибо, Анастасия, я очень рад. Для состояния, когда не хватает энергии, вдох, потому что вдох – это набор энергии. Для состояния, когда нужно избыток энергии куда-то, ну, деть, да, ну, так, чтобы, например, не запустить сковородку в мужа. Ну, я шучу, конечно. То выдох. Ну, то есть те состояния, где есть избыток энергии, которой вы ничего не можете сделать. Вот их это на выдохе делаем. Хорошо, хорошо. Итак, я перехожу к еще одному ресурсу. Этот ресурс связан с нашим телом. Опять для кинестетиков, но я думаю, что и визуалом это будет максимально полезно. Это называется интегрированное объемное сознание. Сейчас мы будем делать это упражнение в расширенном виде. Сейчас вы получите, как бы, в его максимальном объеме, но потом можно будет финальную точку использовать, ну, как, столь же эффективно. Но рекомендую, опять же, периодически в полном объеме делать. Что сейчас делаем? Берем ладошки и трем друг об друга. Трем так, с легкой теплоты. Вы, кстати, знаете, что ладошки несут в себе все активные точки и практически являются моделью нашего тела. Потерли. Теперь повернули ладошки тыльными сторонами друг к другу и тоже потерли. Так, какой-то еще. Наблюдаем, что с вами происходит. Обращаем туда внимание, наблюдаем. Потерли. Можно потереть как-то ладошка об ладошку, сверху. Можно еще раз между. Соединили, скрестили пальчики, так вот взяли в замочек и тоже потерли ладонями, ну, низами ладоней, пальчиками между собой. Хорошо, хорошо. Делаем. Сделали. А теперь давайте так. Расставьте пальчики в сторону. Максимально расставьте так в сторону. Расставили, вот как будто они такие большие, они у вас выросли на полметра такие. Вот максимально так раздвинулись как-то, да. Ну, естественно, они не будут раздвигаться. Ну, там какие-то микроны раздвинулись, раздвинулись. А теперь сжали сильно. Подержали кулачки, да, сжали. Опять раздвинули. Сжали. Опять раздвинули. Сжали. Раздвинули. Хорошо. А теперь переходим к ножкам. Опять же, я думаю, что вы знаете, что ножки тоже это модель нашего тела. И, кстати, очень плохо, что ножки у нас, ну, преимущественно в обуви. Вот, я думаю, что часть наших ресурсов, связанная у нас с ножками. И они у нас там как-то вот в прыглом, в гнетенном состоянии находятся. Итак, немножко, может, поудобнее сядьте для той цели, для которой я говорю. Потрите немножко между стопами, вот между собой, как ладошками. Вначале потрите, потрите, немножко согрейте. Теперь стопу о стопу, стопу о стопу, подошву там о вверх стопы. Разогрейте немножко такие, ну, как скажем, дайте им жизнь, дайте им внимание. Вообще, кстати, очень важно периодически делать массаж своих ног. Это такой своеобразный массаж. Самомассаж. Сделали? А теперь то же самое, что делали с ручками, но на ручках это так проще, а на ножках как-то, может быть, даже странно вам. Вот расставьте в сторону пальчики, вот так расставьте и сожмите ножку. Вот как будто в кулачок, да? Расставьте и сожмите ножку. Расставьте и сожмите ножку. Вот я, кстати, хочу сказать, что бывает из-за трагических случаев люди там теряют руки, то ногами можно даже писать, рисовать. Там колоссальный ресурс, если вы обратите внимание на свои ножки. Итак, мы сделали первые две части, а теперь я предложу вам необычную часть. Может быть, для кого-то, кто ходил на такую экзотическую вещь, как вумбилдинг, это покажется знакомым. Сейчас мы будем сжимать мышцы в районе, в котором редко мы этими мышцами пользуемся. Попробуйте сжать, пожимать мышцы в районе мочеиспускательного канала. Вот там, где вы останавливаете, ну, когда хотите, останавливаете движение, когда вот ходите в туалет. Сожмите, отпустите. Сожмите, отпустите. Сожмите, отпустите. Параллельно сжимайте мышцы ануса. Сожмите, отпустите. Сожмите, отпустите. Сожмите, отпустите. Подключите сюда еще мышцы на ягодицах. Вот для этой цели, кстати, уже я должен был раньше сказать, Можно было бы встать со стула и это уже упражнение делать. И так вот поактивничать в этой области. Хорошо. Я думаю, это в любом случае на пользу. Я думаю, знаете, насколько полезно и нужно эти мышцы тренировать. И помогать так, чтобы не было застоя в этом районе. А сейчас переключимся наверх, переключимся на голову. Попробуйте подвигать своим носом. Губами поджимайте. Я хочу сказать вам, что у нас есть горизонтальная симметрия. Очень интересно, что носик связан с частью половых органов. Губы связаны с анусом. Возьмите себя за ушки, немножко разомните. Можете, знаете, как будто обезьянка так растягивает в стороны. Порастягивайте свои ушки. Так проактивизируйте верхнюю часть. Может быть, подвигайте мышцами лба, мышцами верха головы. Кто-то ушами может двигать, подвигайте. Вот так вот мы сделали движение на шести точках. Сейчас, те, кто не встал, все-таки, пожалуйста, встаньте. И сделайте, пожалуйста, движение одновременно. Одновременно руками можно произвольные, а можно вот сжимать-разжимать. Ногами можно произвольные, можно сжимать-разжимать. Сжимаем, отпускаем в районе таза и делаем такую по лицу. Ну, такие рожицы корчим, так вот это делаем. И делаем это все одновременно. И там вот шесть точек, между шестими точками внимания вы находитесь, ваша личность. Пробуем, делаем, просто пробуем. Пробуем и удивляемся, что с нами происходит. Пробуем вот так вот, удивляемся. Все, закончили. Если кто хочет, поделитесь впечатлением. Пока вы будете делиться впечатлением, я скажу так. Наше сознание может удерживать внимание только на пяти точках. Сейчас смешно, классно, вы достигли результата. Сейчас вы работали с шести точками внимания. Вы были в состоянии деконцентрации. Не просто, а в состоянии радости. Что-то невероятное, смешно, радость, улыбка. В общем, кому-то точно этот ресурс понадобится. Кстати, это мое личное изобретение. Может, что-то еще, что-то подобное придумал. Но многие из моих клиентов это делают. И я лично делаю, когда у меня сносят крышу. То есть, когда происходит какая-то ситуация, я тоже человек. И имею те же самые проблемы. И, в принципе, когда никто не видит, естественно, да, вот рожицы корчат. Ну, как-то, да, на людях это вот слишком смело, может быть. Я это делаю, и практически бывает такая вот сильная какая-то эмоция. Но она уменьшается, я бы так сказал. Если на 100% была, то до 30% спадает. То есть, вот это упражнение, в принципе, уменьшает эмоцию. И делает ее управляемой. То есть, я уже могу прийти в себя. Я могу уже сказать, а что это я? Ну, что происходит? Ну, и как-то вот дальше, да. То есть, уже быть преимущественно в себе. Прилив положительной энергии. Можно приключиться к любому состоянию. Это перезагрузка. Правильно, Надежда, вы говорите. Это действительно перезагрузка. Я еще немножко больше скажу по этому поводу. Дело в том, что современные ученые уже знают, что думает не только наш мозг. Думает все наше тело. Думает печень. Думает желудок. Извините, задница тоже думает, да. Вот есть такая, конечно, шутка, да. Душа хотела романтики, а жопа приключений. В конце концов, победила жопа. Но я хочу сказать, что и эта часть нашего тела тоже думает. Самым важным для вас, как для бизнесменов, органом, а это действительно отдельный орган, является кожа. Вот вся кожа усеяна нервными окончаниями. Это гиперкомпьютер, понимаете. А мы же одели свою кожу в одежду, да. Мы там все позакрывали. Мы редко прикасаемся к сами себе. Вот у кого активна кожа, тот всегда может зарабатывать. Это психотип добытчика. Но это отдельная тема. Я сейчас не буду не... Активизируйте свою кожу. Именно кожей люди чувствуют деньги. Именно кожей чувствуют. Вот это надо делать, а не вот это. Вот я, может быть, брошу там, я не знаю, даже этим заниматься. Вот там заработаю деньги. И если кожа у вас активна, вы успешны в бизнесе. То есть, вот это упражнение включает все, а не включает мышцы. Можно после этого упражнения просто еще погладить себя по телу, погладить в разных районах, куда достают руки, ножки погладить, погладить ручки, погладить шею. И получить вот это кожное ощущение. Это классно. Если проблемы с кожей, это отдельно вам... Вы знаете, очень вероятно, человек, у которого мощнейший ресурс кожный, но есть какая-то травма в этой сфере. И поэтому проблема с кожей. Но это так, опять же, так абстрактно. Полюбить себя. Да, полюбить себя и погладить себя. Это тоже очень полезно. Итак, еще одна техника, которую я хочу вам показать. Еще одна техника, которая, я думаю, будет для вас полезна. Только она будет немножко в другом формате. Это техника благодарения. Сейчас я поставил этот слайд и перейду немножко в другой формат. Я включу запись. То есть я подумал, что рассказать мне это будет крайне сложно. Поэтому я здесь включу видеозапись на YouTube. И вы посмотрите это упражнение так, как я его показываю. Так, Серж. А сейчас... Я остановил. Я немножко сделаю такое вступление. Дело в том, что очень важно... Вы знаете, вот быть в состоянии радости жизни. Вот вечно унылые люди, вот они никуда не придут, по моему глубокому убеждению. То есть, если вы не радуетесь своим каким-то даже маленьким достижением, если вы все время в недовольстве, да, если вы не благодарите за то, что уже имеете, то вряд ли вы получите что-то больше. Надо уметь радоваться тому, что вы получаете. Вы когда радуетесь и благодарите за это, вы получаете новую энергию. И вот именно поэтому это упражнение я рекомендую вам. Вы сейчас посмотрите это видео. И... Ну... Пробуйте. Пробуйте одновременно со мной. Смотрите видео и пробуйте. Покажу упражнение «Благодарение». Это упражнение имеет три главных компонента. Это слово «благодарю», движение руками, я его покажу позже, и управляемый, осознанный дыхательный цикл. Слово «благодарю». У всех нет видео? Есть видео? Нет, нет, нет. Есть только звук? Да, есть. Нет видео? Есть. Белый экран? Белый экран? Есть. Нет. Я не знаю, конечно. Есть, есть. Может, особенности подключения зависло. Только звук. Хорошо. Хорошо. Вы знаете, к сожалению, тогда, наверное, часть... Я хотел вот это упражнение, еще одно упражнение пустить, ну вот, в видеоформате. И это действительно нужно видеть, потому что очень сложно. Обновите страницу. Это рекомендация тем, у кого не получается, да. Есть видео и звук. Пожалуйста, напишите все, у кого после обновления страницы видно видео. Я включу на немножко. Два оттенка значения. Во-первых... Так. Все, я верну на начало, да, и запускаю. А сейчас я вам покажу упражнение «Благодарение». Это упражнение имеет три главных компонента. Это слово «благодарю», движение руками, я его покажу позже, и управляемый осознанный дыхательный цикл. Слово «благодарю» имеет два оттенка значения. Во-первых, это наш ответ на то, что мы что-то получили. Я говорю «благодарю тебя за то, что ты мне что-то дал». Но в этом слове есть удивительная возможность. Мы можем благодарить другим людям без того, что мы от них что-то получаем. Во время выполнения этого упражнения важно помнить, осознанно удерживать оба значения этого слова. Сейчас я его покажу вам в движении руками. «Благодарю». 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 На этой фазе вы делаете вдох. «Благодарю». 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 Вы дарите то, что вы получили окружающим людям. Благо дарю. Благо дарю. Благо дарю. Делайте свой вдох осознанным. Наполняйтесь энергией, когда вы поднимаете руки к груди. Благо дарю. Благо дарю. Благо дарю. Правильное выполнение этого упражнения наполняет вас энергией, дает ощущение состояния получения энергии и отдачи энергии. Дает ощущение, что вы находитесь в энергетическом потоке, который проходит через вас, наполняет вас и уходит дальше к другим людям. Пожалуйста, те, кто смог видеть это видео, поделитесь своими впечатлениями. Не классно. То есть, я так понимаю, класс, мороз по коже, приятно дарить, закружилась голова. Все просто и гениально. Умиротворение. Я рад, что многим из вас это упражнение подойдет. И это упражнение, в принципе, было своеобразным таким подходом к еще одному упражнению. Я сейчас тоже, слава богу, у вас заработало видео. Эту ссылочку использую. Следующее упражнение. Вы знаете, что я расстановщик, а расстановщики работают с родом. Работают с проблемами, которые возникают в глубине рода. И это очень важно. Получить энергию рода. И сейчас я предлагаю вам посмотреть следующее видео с записью для вас. Упражнение, которое я стараюсь делать регулярно. И которое мне дает очень много. В принципе, я потом позже скажу, что можно делать и сокращенный вариант этого упражнения. Но первоначально и какое-то время с каким-то там интервалом желательно делать полностью. Итак, я хочу сейчас вам показать упражнение под названием «Благодарение роду». Я хочу показать вам упражнение «Благодарение роду». На первом этапе четко определитесь с линией времени, которая проходит через вас. Впереди у вас будущее. На уровне вашего тела настоящее. Здесь и сейчас. И сзади вас находится ваше прошлое. На первой стадии упражнения мы обращаемся к тем, кто пришел в наш род раньше нас. Поэтому мы поворачиваемся в прошлое. Через левое плечо. В вашу родительскую семью раньше вас могли прийти ваши братья и сестры. И вы первоначально благодарите их. Я буду благодарить своих братьев и сестер. Вы же вспомните о своих братьях и сестрах, если они есть. И повторяйте это за мной. Сестра моя Ульяна, благодарю. Брат мой Виктор, благодарю. Мои нерожденные братья и сестры, благодарю. Дальше вы переходите к благодарению своей маме и своему папе. Бабушка моя Евгения, благодарю. Папа мой Анатолий, благодарю. Братья и сестры, моих отца и матери, благодарю вас. На следующем этапе вы благодарите своих бабушек и дедушек. Бабушка моя Пелагия, благодарю вас. Бабушка моя Мария, благодарю вас. Дедушка мой Антон, благодарю вас. Дедушка мой Павел, благодарю вас. Братья и сестры, моих дедушек и бабушек, благодарю вас. На следующем этапе вы обращаетесь к своим прадедушкам и прабабушкам. Не всегда вы знаете их имена, поэтому можно обращаться в целом. Мои прабабушки и прадедушки, их братья и сестры, благодарю вас. Но ваш род уходит в глубину веков. Вы не знаете, кто был там и как он жил. Но можете предположить достаточно уверенно, что судьбы эти были сложные, полные трагизма, любви и различных событий. Обратитесь к тем, кто еще дальше, чьи судьбы скрыты в тьме веков. Род мой великий и славный, благодарю тебя. Род мой великий и славный, благодарю тебя. Род мой великий и славный, благодарю тебя. Теперь приложите правую руку к груди, туда, куда выложите руку, когда говорите искренне. И сделайте поклон всем, кто старше вас. Поклон нужно делать медленно. Сначала вы опускаете голову, потом расслабляете колени, нагибаетесь. Настолько низко, насколько подсказывает вам внутренние ощущения. Возможно, вам захочется поклониться очень глубоко. Поэтому, возможно, у вас возникнет желание даже встать на колени. И если это чувство есть в вашей душе, сделайте это. А теперь обратитесь к тем, кто старше вас. Я прошу вашего благословения. Я прошу вашего благословения. Я прошу вашего благословения. Внимательно сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете. И поворачивайтесь в сторону будущего. Перед тем, как продолжить благодарение членам рода, которые пришли после вас, подумайте о тех, кого вы не знаете. Кто появился в роду под тем ветком рода, о котором вам ничего не известно. Их наверняка достаточно много в мире, и они живут сейчас вместе с вами, на этой планете Земля, в разных точках, в разных странах. Обратитесь к ним и скажите, я благодарю вас. Ваш род, в вашу родовую систему пришли люди после вас. Возможно, есть братья и сестры, которые пришли в этот род после вас. Я буду обращаться к своим братьям и сестрам. После меня никто не рождался. Но я знаю, что после меня были нерожденные братья и сестры. Мои нерожденные братья и сестры, я благодарю вас. Мои нерожденные братья и сестры, я благодарю вас. Мои нерожденные братья и сестры, я благодарю вас. «Я сделал это движение трижды, потому что так подсказывает мне моя душа». Вы же можете делать это так, как подсказывает вам ваша душа. Следующими в цепи вашего рода людьми, с которыми вы объединились на какое-то время, были ваша первая любовь и ваши супруги. Официальные или неофициальные. То есть люди, с которыми объединила вас судьба на длительное время, и с которыми у вас осталась та или иная форма сердечной связи. Сердечная связь может быть разной. Вы можете ненавидеть их, вы можете вспоминать о них с уважением и теплом, вы можете стараться забыть их, но так или иначе они были в вашей жизни. И я предлагаю вам сказать, я благодарю вас за то, что вы были в моей жизни. Вы можете называть имена своих супругов, вы можете просто вспоминать о них. Следующее благодарение направлено на тех, кто получает благо от вас, направлено на ваших детей. Сын мой, Виталий, я благодарю тебе. Сын мой, Анатолий, я благодарю тебе. У вас, возможно, уже есть внуки, как и у меня. Внук мой, Ярослав, я благодарю тебе. И будут еще внуки и правнуки, и прапраправнуки. Род мой великий, продолжающийся дальше, я благодарю тебя. Род мой великий, продолжающийся дальше, я благодарю тебя. Род мой великий, продолжающийся дальше, я благодарю тебя. Следующим этапом упражнения благодарения рода является фраза, которая объединит вас с родом очень глубинным и естественным образом. Повторяйте фразу, которую я буду произносить вместе со мной. Я есть рот. Я есть рот. Во время произнесения этих фраз представляйте и явственно ощущайте, что за вашей спиной стоит множество людей. И перед вами стоит множество людей, пришедших в этот мир и тех, которые придут в будущем. Вы часть этого потока. Сила рода проходит через вас. Она принадлежит вам и она не принадлежит вам. Вы только передаете ее в будущее. И вы благо дарите. Вы благо дарите. И это происходит одновременно. Когда вы почувствуете, что достаточно наполнились энергией рода, остановитесь. Возьмите в себя это состояние и закончите упражнение. Друзья, я возвращаюсь к вам. Уже не на записи, а реально. Я думаю, что для вас сейчас наступила какая-то внутренняя пауза, как и для меня, когда я делаю это упражнение. Какая-то глубинная внутренняя тишина. Это упражнение, я говорил, можно делать в сокращенном варианте. Сокращенная часть упражнения звучит так. Вы просто благодарите весь свой род и произносите фразу «Я есть род, род есть я». Если на выполнение вот этого упражнения, если бы там не было объяснений, как бы все это длилось, наверное, минут 7, то на выполнение сокращенного варианта упражнения у вас уйдет, может быть, полторы минуты. Опять же, вы почувствуете, что вы наполнились этой силой. Когда это становится привычным, сила приходит легко и как бы сама по себе. Иногда вам достаточно будет краткого варианта. Иногда возникнет внутренний импульс, внутреннее желание сделать это упражнение полностью. Я все-таки настаиваю, чтобы иногда вы делали полностью. Это проявление уважения и почтения к своему роду. И я хочу сказать, что на сегодня я уже сделал все, что запланировал. И мне очень интересно читать ваш внутренний режим, мне дает выполнить это упражнение. Ежедневно перед сном благодарю, это моя есть молитва. Ощущение классное. Да, это очень мощный ресурс. Это ресурс, который позволит преодолеть все подсознательные и сознательные барьеры. Это ощущение, которое сложно с чем-то сравнить. И которое практически возвращает вас в себя. И это ощущение себя, оно необычное. И я хочу пожелать вам внутреннего роста. Напомнить вам свои задания о переформулировке цели, вопросами, зачем мне это нужно. И практиковать те упражнения, которые вам сегодня понравились. Кому-то что-то подошло, кому-то что-то не подошло. В принципе, если не подошло, не сработало, возможно, это не ваше. Не бывает так, чтобы одни и те же инструменты работали на все 100%. И я хочу сказать, что по поводу упражнений или каких-то моментов, или каких-то тонкостей и деталей, вы можете обратиться ко мне по электронной почте или по скайпу. Я могу вам подсказать, как это делать. Потому что иногда какое-то досадное непонимание. Может быть, я не совсем как-то правильно объяснил что-то или не совсем это сам. Может быть, какие-то моменты, которые связаны с тем, что у вас необычные ощущения вас останавливают. Так или иначе, я для того и участвую в марафоне, чтобы вам помочь это сделать. И технические моменты, связанные с выполнением упражнений, я рад буду вам подсказать и помочь. А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего продолжения рабочей недели и дальнейшего движения к достижению тех целей, которые вы перед собой поставили. Спасибо вам огромное. До встречи 30 числа.